Привет! В предыдущих видео мы разбирали с вами ситуации о выезде мужчин из Украины в качестве сопровождающего лица для родителей с инвалидностью, для жены с инвалидностью, для ребенка с инвалидностью и даже для тестя и тещи с инвалидностью. В этом же видео мы поговорим о тех ситуациях, когда ни под одну из вышеперечисленных категорий ваши родственники не попадают, а например у вас есть бабушка, которая пожилая уже, у нее нет инвалидности, но ее состояние здоровья настолько плохое, что не позволяет ей ухаживать за собой. И вот здесь возникает вопрос, а как помочь этой бабушке выехать из Украины? Какие документы нужны? Что нужно оформлять, чтобы помочь ей выехать из Украины во время военного положения? Говоря о этих ситуациях, люди часто упоминают два термина – опекунство и постоянный уход. И соответственно возникает вопрос, а что же нужно оформлять в такой ситуации? Опекунство либо постоянный уход? Какие документы нужны? И что из этого проще? Вот с этим мы сейчас и разберемся. Итак, начнем с опекунства. Опекунство оформляется в судебном порядке и только для человека, который признан недееспособным. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы назначить опекуна, человек должен иметь такое психическое расстройство, настолько сильное, которое не позволяет ему понимать, что происходит в окружающем мире. То есть, как правило, эти люди вообще не понимают, где они живут и что вокруг них происходит. Вот в этом ситуации нужно обратиться в суд. Суд назначит судебно-психиатрическую экспертизу. По результатам экспертизы, если суд, ну если будут соответствующие результаты экспертизы и суд их поддержит, то суд признает такого человека недееспособным, то есть привычным нам словом там невменяемым, и только после этого суд может назначить опекуна. При этом здесь есть два варианта. Вариант первый. У вас может быть решение суда уже о признании человека недееспособным. И, например, если этот человек является вашим членом семьи, например, это ваш брат, то вы можете с ним выехать без решения суда о назначении опекуна. Если же этот человек не является членом вашей семьи, то, соответственно, для того, чтобы его вывести из Украины, вам нужно решение суда о назначении опекунства. Как вы понимаете, этот способ, как и любые другие способы, которые связаны с судом, достаточно долгий. И, в принципе, такой процесс может легко занять полгода. Потому что, как я уже говорил, нужно провести психиатрическую экспертизу, нужно провести заседание суда, и будет оно, как правило, не одно, и, соответственно, затянется это ориентировочно на полгода. И напомню, обязательным условием является следующее условие. Человек должен иметь очень серьезное психическое расстройство. Поэтому, если вы собираетесь пойти по этому пути, вам нужно сначала обратиться к врачам, к психиатрам, которые должны вам, ну, как минимум, устно, предварительно подтвердить тот факт, что человек, данный человек, если попадет на психиатрическую экспертизу, будет признан невменяемым. Опять же, повторюсь, это предварительная информация. Да, как решит судебно-психиатрическая экспертиза, мы не знаем, но, с другой стороны, психиатры, они прекрасно понимают критерии экспертизы и прекрасно понимают, будет тот либо иной человек признан недееспособным, либо не будет. Соответственно, для выезда в этой ситуации вам нужно следующее. Главным документом здесь будет это решение суда о признании человека недееспособным. Если назначен ему опекун, то соответствующее решение суда, где указано, что человеку назначен опекун, и это может быть два разных решения суда. Если же у вас есть решение суда о признании недееспособным человека, но не установлен опекун, и при этом, если этот человек является вашим родственником, то, соответственно, вам нужны документы, подтверждающие ваше родство. То есть, например, если это ваш брат, то два свидетельства о рождении должно быть – ваше и брата, по которым пограничник сможет установить вашу родственную связь. Идем дальше. Теперь поговорим о постоянном уходе. Это более простая процедура, более быстрая, поскольку она, как правило, занимает в районе месяца оформления всего. Что здесь нужно сделать? Первое. Если у вас есть родственник, который не может уже ухаживать за собой, и вы хотите его вывезти из страны во время войны, то вам нужно обратиться к его семейному врачу и врачу сказать, что нам нужна справка о постоянном уходе, о необходимости постоянного ухода. Семейный врач такую справку вам не даст. Но семейный врач направит вас на ЛКК. Это ликорско-консультативная комиссия, врачебно-консультативная комиссия, ВКК мы раньше называли ее. И, как правило, эта ВКК есть в поликлинике. И вот направив на ВКК этого человека, по сути, мы направляем на медобследование, по результатам которого врачи дадут заключение, что этот человек нуждается в постоянном постороннем уходе, либо не нуждается. Это этап первый. Если вы получили такую справку, что человек нуждается в постоянном уходе, то следующий этап вы идете в управление социальной защиты. Даже если вы не знаете, где оно находится, то легко через Google вы найдете там, вбив управление социальной защиты и название района, в котором проживает этот человек. Вы идете туда, нужно вместе идти, либо вы можете обратиться, и, собственно говоря, комиссия в любом случае потом будет приезжать к вам на дом. Обращаясь туда, вы обращаетесь за следующим. Вам нужно получить справку о назначении вам компенсации за осуществление постоянного ухода. И вы, конечно, можете здесь сказать, стоп, да зачем мне компенсация? Мне просто человека вывезти надо из Украины, и все, мне не нужны никакие деньги. Друзья, я прекрасно это понимаю, но без этого, к сожалению, никак. Почему так? Да потому что тем документом, которое подтвердит ваше право на сопровождение этого человека, является именно справка о том, что вам назначена компенсация. Соответственно, обратившись в Управление социальной защиты, либо СОБЕС, как мы раньше его называли, вы просите назначить вам компенсацию от государства за то, что вы будете осуществлять постоянный уход. Для того, чтобы получить эту компенсацию, вы должны соответствовать минимальным требованиям, которые предъявляются к людям с точки зрения дохода. Что это за требование? Это значит, что ваш доход, доход вашей семьи не должен превышать прожиточный минимум. Как рассчитывается этот доход? Рассчитывается он, ну, по сути, как среднеарифметическое, да? То есть мы берем всех членов семьи, вас, вашу жену, вашего ребенка, считаем доход всех вас и делим на три. Если полученная сумма меньше двух с половиной тысяч гривен, то, соответственно, у вас есть право на получение такой компенсации. Причем компенсация может быть назначена любой суммы, ну, любой минимальной суммы и, скажем, один из клиентов получил компенсацию в 37 гривен в месяц. Но это абсолютно не принципиальный вопрос. Даже такая справка позволяет выехать из Украины, сопровождая данного человека. Человека, который нуждается в постоянном уходе. Друзья, здесь я вам не буду подробно рассказывать все документы, которые вы должны предоставить. Почему так? Потому что мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что вот я неоднократно там людям высылаю перечень документов, который предусмотрен постановлением Кабинета Министров номер 859, а им потом дают другой перечень документов. И здесь, ну, какая ситуация получается, что мы, конечно, можем поспорить, да, мы можем даже пойти в суд и обжаловать такое решение, там, писать жалобы на них. Но это все затягивание процесса. Ну, я говорю о жалобах на то, что они требуют те документы, которые не предусмотрены, допустим, постановлением. Но, если у вас есть возможность достать эти документы, то я бы рекомендовал с точки зрения экономии времени и скорейшего получения желаемой компенсации и справки об этом, все-таки подавать те документы, которые они просят, и только в крайних случаях уже идти там на конфронтацию с ними, на жалобы и прочее. Кстати, друзья, еще один момент по доходу, это вопрос ФОПов, да, а как ФОП считает этот доход и, в принципе, может ли ФОП осуществлять постоянный уход. Значит, ситуация здесь сложная, потому что, с одной стороны, по постановлению КМУ, для того, чтобы ФОП получить эту компенсацию, ему засчитывается следующий доход. Там, если на первой группе одна минималка, на второй две и на третьей группе, соответственно, три. Дальше это все делится на всех членов семьи. Ну, и, соответственно, если получилось, то получилось. Ну, как правило, оно не получается. Есть, конечно, какой момент, что очень часто для того, чтобы получить компенсацию, могут потребовать закрыть ФОП. И логика здесь такая, что, мол, ты не можешь заниматься бизнесом. Почему? Да потому что ты должен осуществлять постоянный уход. Ты 24 на 7 должен находиться с этим человеком. И поэтому они требуют закрыть ФОП. Опять же, вопрос неоднозначный. Можно с этим спорить. Но я не рекомендую это делать. Почему? Потому что, если стоит задача вывести человека из Украины, если стоит задача выехать, то проще закрыть ФОП, получить компенсацию, выехать, и потом снова открыть ФОП. И все, вам не нужно ни жалобы, ни суды, ничего. Вы сделали то, что от вас требовалось, и получили тот результат, который вы в итоге хотели. Друзья, при этом, что нужно иметь в виду? Конечно же, постоянный уход может оформляться только в том случае, если вы вместе проживаете. Соответственно, если вдруг до этого момента вы как-то удаленно ухаживали за человеком, то когда встанет вопрос об оформлении уже постоянного ухода, вам нужно будет переехать и жить совместно с этим человеком. Этот момент будет проверяться, потому что домой будет, скорее всего, приходить комиссия и проверять, а действительно ли вы живете вместе. Ну и хочется сказать, что вот то, что вы получили заключение от врача, помните, вначале мы говорили, что нужно заключение ЛКК о необходимости постоянного ухода. Это еще совершенно не значит, что соцзащита, примет позитивное решение. Почему? Потому что они еще раз будут проверять человека на то, что нуждается ли он действительно в постоянном уходе. И там будут задавать вопросы всевозможные, выяснять, какой уход нужен, почему он нужен. То есть к этому надо быть, ну как минимум психологически готовым, что для человека, который подается как кандидат на то, что за ним будут ухаживать, ему устроят, ну такой, назовем это, допрос. Ну это опрос будет. Ему будут задавать вопросы, на которые он должен будет отвечать, что ему там, допустим, он не может ходить в магазин, ему это тяжело, потому что он там не может по лестнице ходить, он не может себе приготовить покушать, он не может там залезть в ванну покупаться, потому что высокая ванна, и у него там, ну, например, нога не поднимается так высоко, и так далее. Друзья, конечным этапом вот этой всей процедуры является получение вами справки о том, что вы получили, вам начислена компенсация за осуществление, за предоставление социальной услуги по уходу. И там будет указано по уходу, за кем конкретно. Сумма компенсации абсолютно не важна. Получать эту компенсацию для выезда не является обязательным, то есть выехать вы можете в тот же день, когда получите справку соответствующую. То есть вам не нужно ждать там месяц, например, чтобы получить компенсацию и только потом выехать. Самого факта, что вам она начислена, самого факта, что у вас есть справка о получении компенсации этой, достаточно для того, чтобы вы успешно выехали, сопровождая человека, за которым вы осуществляете уход. Естественно, без этого человека вы выехать не сможете. То есть тут мы даже не пытаемся, такого не получится. Что касается того, насколько проблематично вам выехать, будет с этим человеком, вообще никаких проблем. за все время военного положения не было ни одной единственной жалобы на то, что пограничники отказали в выезде в сопровождении человека, за которым осуществляется постоянный уход. Вообще ни разу. То есть даже там с родителями были отказы, там с тестем, с тещей были отказы. По этим документам ни разу отказов не было. Друзья, если вы считаете, что данное видео полезно, поделитесь им в соцсетях, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал и вы всегда будете получать свежую информацию и, надеюсь, полезную информацию о тех возможностях, которые нам предоставляет закон во время мобилизации и военного положения. Также, если у вас есть возможность, вы можете поддержать мою деятельность, задонатив на карту, которая есть в описании к этому видео. На этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока! Пока!